Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Олимпийских игр в Корее Наша сборная обыграла сборную Германии Со счетом 4-3 Матч начался рано, в 7 утра Я смотрел и дополнительное время Очень интересная игра была, напряженная В непростой политической обстановке Когда огромное давление на нашу олимпийскую сборную На сборную России Нам все-таки удалось За последние 20 лет выиграть этот турнир И мы все рады и счастливы Давайте вместе порадуемся за наших хоккеистов И еще раз поздравим их С победой на Олимпиаде Это самая, как считается, ценная медаль на Олимпиаде Победа в хоккейном турнире Ну а теперь продолжим Наш репортаж Сейчас мы видим съезд с моста В районе цементной слободки Вот старые дома там идут Это цементная слободка Людей отселили И эти все дома будут сносить Вот дорога выходит Это уже непосредственно С моста в Керчь Саму отсыпали уже насыпь Сделали парапеты В предыдущих видео мы все это видели Вот он, этот бетонный парапет Ограждение дороги И одновременно укрепление откоса Дороги Чтобы откос не поплыл со временем Насыпь искусственная Поэтому это все Это вот езд или выезд С территории строительства Кто как хочет Так может и называть Езд или выезд Разница Здесь вот рядышком Вот видите работа Вон она дорога сама идет Вдалеке Какая нацепь огромная И здесь вот была за забором Вот видите вы сейчас Дорога в сторону Цементной слободки Там были великолепные виды Открывались на мост Мы там снимали Ее сейчас закрыли Вот потому что дорога идет дальше Тут с моста И ее закопали То есть доступа сейчас С этой стороны нет У нас препятствия не пугают Герои Настоящие герои Ходят в обход И мы найдем Выступ Как было пробраться Обязательно Вот арматуру вывезли Кто скажет мне Какой диаметр арматуру Вы соображаете Смотрите на видео А я потом вам скажу Правильно это или нет Машина повезла Длинномер Вдалеке мы видим Вот строительный городок Там строители живут И площадка Для машин строителей Посмотрите сколько машин Говорят строители У нас бедный народ Вот опять я уделяю внимание Этому что Перекопана дорога Какая шла Мы постоянно ходили Снимали там Виды Теперь придется ходить В обход Но это нас не пугает А дорога пошла К саму Керчуле Здесь мы все же четко видим Кран Галичанин 32 тонны Выпускается в городе Галич Костромской области Закончил работу И сворачивается Здесь вы выкопали котлованчик Под очистные сооружения Вот на дно уже Себеночки подсыпали И будут туда опускать Какой-то резервуар Емкость Для сбора сточных вод Рабочие кучкуются Возле крана Вот он Съезд в город Непосредственно дороги Мы видим Вот здесь отсыпают Уже облагораживают территорию Вдоль трассы Все будет красиво Зелено Или зелено Вот непосредственно Начинается Эстакада Железнодорожного моста Оголовок видим Мы бетонный Вот здесь мы шли Вдоль забора Выходили Другие вот Я вам показал Что дорогу Перекопали С той стороны Мы проходили Вдоль этого забора И открывались Великолепные виды На мост Вот там экскаватор Работает Как раз Перекапывает Наши Подъездные пути Но ничего Есть Другие Дороги Будем оттуда Ходить Вот бытовой городок Строителей Посмотрите Вот они Синими крышами Гляньте какой огромный Там все есть Интернет И Футбольная площадочка Небольшая И спортзал Но я уже не говорю Там о столовых И прочих Удобствах И бытовых условиях Бытовые условия Созданы на уровне Столовые И прочие Все Все там есть Так что Бытовой Организован Кондиционеры Стоят Но вот это Вот цементная Слободка Старые здания Сами Людей Расселили И они Подлежат Сносу Все эти дома Вид Издалека Мы видим Все это Забор Ограждения И Вдалеке Мы видим Истакад Уже Начинается Из дорожного Моста Вот она Начинается С бетонного Оголовка Всегда И потом Идут Жизнодорожные Пролеты Уже Непосредственно На Оборах Вот Здесь Я ходил Вдоль забора Забор Угол Кончается Видите И там Спускайся Чуть вниз Сюда Идешь Там Открывается Вид на мост Теперь Придется Обходить С другой Стороны Ну Может быть Здесь Договоримся Пускать Через Эту Перекопанную Дорогу Нашу Ну А теперь Мы Перешли Непосредственно На Истакады Вот Мы видим Стапель Со стороны Крыма Крупняют Конструкции Это Непосредственно Уже Монтируют Железнодорожные Пролеты На временных И постоянных Опорах Вот Видим Мы Крупным Планом Напомню Что Между собой Пролеты Соединяются Сваркой И Болтовым Соединением Высокопрочными Болтами Грубо говоря Мягко Выражаясь Погода Сейчас В районе Стоительства Моста Не Самая Лучшая Ну Что Есть То Есть Она Вдобавок Еще И Очень Сильно Изменчива Вот Мы Видим Пошла Под Железнодорожным Мостом Песком Отсыпают Насыпь Автодорожного Моста Где-то Дальше Мы Увидим С вами Насыпь Переходящая В эстакаду Саму Где Начинается Эстакада Автодорожного Моста С Насыпи С Наземной Я вам Тогда Это Когда мы Это будем Видеть Я вам Скажу Напомню Здесь Работает Кран Передвигает Секции Пролета Железнодорожных Конструкций Да Четыре завода Работает на Изготовление Всех вот этих Конструкций Металлоконструкций Заводы загружены По полной Работают Три смены Круглосуточно И Держит Непосредственную Связь Со стройкой Машины Длинномеры Идут Идут Везут Все эти Пролетные Пролеты Вот опять Мы видим Стапель И пошли Опоры Железнодорожного Моста В море Как говорится Огибаем мы С Акбурум Где-то уже готовые Где-то Только Ростверки Залитые И Вот Армированные Колонны Торчат А на Автомобильном Мосту Идет Устройство Гидроизоляции Вот мы четко Ракурс Съемки С другого Места С пляжа Смотрим Как четко Видно В районе Арки Автомобильной Разного Цвета Дорога Вот где Черного Цвета Это уже Уложена Гидроизоляция Технониколь Изготавливается Она В городе Кириш Ленинградской Области Огромный Завод Там По изготовлению Вот этих Гидроизоляций Битумных Укладывается Она Методом Наплавки Разогревается Нижний слой При помощи Газопропан И Наклеивается На поверхность Устраивается Она В два слоя После этого Лаборатория Проверяет Гидроизоляцию На адгезию Ну то есть На отрыв Врезает Кусочек И пробует За краешек Тянет Приборчик Такой есть И он Показывает Каково усилие На отрыв Гидроизоляции Составляются Акты Выполненных Работ Ну и дальше Уже Занимается ПТО Ну а мы Идем с вами Вдоль Автомобильного Моста Сейчас Ракурс Другой То мы Снимали Со стороны Железнодорожного Первым Был Железнодорожный Мост Теперь мы Видим Автомобильный Вот Опоры Железнодорожного Моста С другой Стороны Как раз Вот Четко Видим Что Идет Устройство Гидроизоляции Баллоны Красного Цвета Стоят С пропаном И люди Наплавляют Разогревают Нижний слой Технониколя И Приклеивают Грубо говоря К поверхности Поверхность Обработана Антикоррозийным Составом Антикоррозийный Состав Накладывается В два слоя Поочередно Первый слой Высыхает Схватывается Накладывается Второй слой И только после этого Опять же Все это Актируется И только после этого Начинается Устройство Гидроизоляции Железнодорожная Опора Видите Да Начинает Потихонечку Армировку Ригеля Ригеля Это верхняя часть Ригель Это верхняя часть Опоры Соединяющая Между собой Колонны Ростверк Это нижняя часть Колонны Она соединяет Между собой Свойное поле И равномерно Распределяет Нагрузку Ростверк Это монолитная Железнодорожная Плита Ну поехали дальше Здесь то же самое Железнодорожные Опоры Мы видим Некоторые уже стоят В опалубке Ну и на автомобильном Мосту Идет Бурный процесс Устройство Гидроизоляции Сейчас Внимательно Вот смотрим Мы сейчас Подходим И увидим Как насыпь Переходит В эстакаду Автомобильного Автомобильного Моста Я раньше Этому как-то Не уделял Внимания Но сейчас Мы это Увидим Идем 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 Дальше И вот Мы сейчас Видим Здесь Вот видите Не увидели Мы Вот идет Насыпь Вот она Вот четко Видно Как переходит Песок Насыпь Сухопутная Переходит В эстакаду Вот смотрите Вот видно Сейчас Вот сейчас Мы это Наблюдаем Ну на этом Разрешите Закончить Не забываем Подписываться Ставить Лайки И комментировать Комментировать Только по делу Еще раз Поздравляю Нашу спорную С победой В олимпийских Играх По хоккею Всем удачи И всего Самого наилучшего Спасибо за субтитры DimaTorzok